Продолжаем делать обзор войск Великого Крестового Похода. Легионный БТР Носорог. Носорог самый распространенный бронетранспортер в Империуме. Его основанная на древней СШК базовая конструкция крепка, надежная и проста в обслуживании. Его адаптивная силовая установка может работать на самом разнообразном топливе, с разной степенью эффективности, что делает Носорог превосходным выбором для огромного многообразия армии Великого Крестового Похода. Производимый тысячами в нескольких разных ходовых моделях, вариант Деймос получил наибольшее распространение среди легионов космического десанта, вдобавок став основной для некоторого числа других военных машин. Носорог стоит 35 очков за модель. С фронтальной и боковых сторон он имеет 11 защиту, задняя 10. Носорог имеет специальное правило ремонта. Если Носорог иммобилизован, то на последующих ходах он может попробовать отремонтироваться вместо фазы стрельбы. В этом случае бросите кубик Д6 в фазе стрельбы. В результате 6 машина больше не обездвижена. Обратите внимание, что удавшийся ремонт не восстанавливает балл корпуса. Легионная десантная капсула Десантная капсула – это автономный могоразовый модуль для орбитального десантирования, способный вместить отделение космических десантников. Модифицированные варианты могут нести дреднаут или другое оборудование. Они примеряются для внезапных атак, боевых выбросов районно идущих боевых действий, куда военные корабли космического десанта сыплют их, в точный град снарядов с границы космоса в цель. Десантные капсулы оснащены броней и усилены так, чтобы выдержать жестокие условия входа в плантные столовые атмосферы и до некоторой степени огонь земли. Но их единственная по-настоящему надежная защита – это скорость, и у простых смертных мало шансов пережить спуски и посадку в такой капсуле. Десантная капсула стоит 35 очков. Броня с каждой стороны составляет 12. Десантная капсула имеет следующее специальное правило. Нападение десантной капсулы. Десантные капсулы, погруженные в них боевые единицы, должны держаться в резерве и вступить в игру посредством дипстрайка. В начале вашего первого хода выберите половину ваших десантных капсул с округлением в большую сторону для того, чтобы совершить нападение с десантных капсул. Боевые единицы, совершающие нападение с десантных капсул, пребывают во время первого хода контролирующих игрока. За прибытие оставших десантных капсул бросьте кубик, как обычно. Бывая единицей, которая пребывает в ходе дипстрайка на десантной капсуле, не может нападать на том же ходу, на котором пребывает. Следующее специальное правило неподвижен. Когда десантная капсула вступает в игру, она не может двигаться и во всех отношениях считается мобилизованной. Обратите внимание, что из-за этого она не теряет балл корпуса. И последнее правило инерционная система наведения. Если десантная капсула смещается на неподвыходимую местность или на другую модель, дружескую или вражескую, уменьшите расстояние смещения на необходимое минимум, чтобы обойти это препятствие. Легионы отделения охотников. Отделение охотников входит в специальные силы космического десанта. И главная задача – явление членов командной иерархии врага, его полководцев, офицеров, жрецов и демагогов, кто бы это ни был, и уничтожение их меткими выстрелами, покуда вокруг бушует битва. Альфа-легион, говорят, первым сформулировал тактику и состав таких отделений, которые затем, с одобрением императора, распространились в остальные легионы. Хотя их применение не очень соответствует боевой доктрине некоторых. Члены на отделении охотников набираются в основном из лучших тылков легиона, так как ударная группа охотников чаще вынуждена полагаться на кратчайший удобный момент, чтобы поразить цель с близкого расстояния, чем на роскоши больших дистанций с четкого обзора, какая бывает у снайперов, разведывательных отделений. Для облегчения убийства врагов отделения охотников обычно экипируют специально разработанные боеприпасы, которые помогают им эффективнее расправляться с жертвой. Отделение охотников стоит 175 очков. В состав входит 4 десантника с одним лидером. Отделение охотников имеет специальную экипировку. Они экипированы специальными болтами – Kraken, Scorpius и Tempest для их болтеров или комби-оружия. Они могут выбирать, какой патрон они используют в свою фазу стрельбы. Также отделение охотников может отметить предпочительную цель – марка смерти. После того, как обе армии расставились, отделение охотников выбирает одиночную единицу врага или независимого персонажа и обозначает его маркой смерти. Отделение охотников получает специальное правило «привычный враг» против отмеченной цели. Легионное отделение разведчиков. Разведчики – это модернизованное отделение разведки космического десанта, ездящие на просто сконструированных, вездеходных, бронированных, наземных мотоциклах. Скорость – главное преимущество разведчиков, которые используют для разведки, быстрого окружения врага и молниеносных атак и отходов в тылу противника. Мотоциклы разведчиков позволяют им преодолевать расстояние гораздо быстрее пехоты и проходить там, где не пройдет техника потяжелее. Разведчики стоят 90 очков, насчитывают 3 разведчика. Деление разведчиков может быть дополнено в 10-ти, за 30 очков каждый. Помимо этого, один из разведчиков может стать сержантом за 15 очков. Легионный ударный мотоциклетный эскадрон Ударный мотоцикл – это большой, часто двухместный аппарат, чье увеличение шасси вмещает одно тяжелое оружие, превращая машину в серьезно вооруженную, скоростную, хотя и несколько хрупкую, оружейную платформу. Ударные мотоциклы часто сопровождают отряды разведчиков, обеспечивая огневую поддержку. Эскадроны этих машин примеряются в качестве скоростных, ударных групп для уничтожения сосредоточенных огнем крупных, но медлительных вражеских отрядов и отдельных единиц бронетехники. Стоимость одного мотоциклиста составляет 40 очков. Выделение может быть от 1 до 5 мотоциклистов. Легионная гравициклетная эскадрилья небесных охотников Небесные охотники – это внушающий страх ударные отряды, использующие в качестве средства передвижения сложные и мощные гравициклы. Эти машины, поддерживаемые в воздухе грави-ротерами и приводимые в движение реактивными двигателями, больше похожи на компактные самолеты, нежели на наземные мотоциклы, и могут поддерживать огромную скорость в течение длительного периода, летя низко над землей. Их подъемные силы достаточны не только для поднятия воздуха тяжелобороневого космисадника с его снаряжением, но и для большого разнообразия тяжелого вооружения и запаса боеприпасов, что придает небесным охотникам исключительно грозную овеневую мощь. Модели гравициклов, применяя космическим десантам – это переделки конструкций, возникшие задолго задорожнение Империума, а учитывая материалы, необходимы для их постройки и обслуживания, такие как иридиокальцевый сплав, необходимы для производства сверхстегных подвесно-отталкивающих пластин, которые нужны для полета. Спрос на них среди легонеров всегда превышает предложение. Стоит эскадрилья небесных охотников 135 очков и насчитывает три небесных охотника, которым будет дополнено до 10 за 35 очков каждый. Один из них может стать сержантом за 15 очков. Легионная эскадрилья ландспидеров Основа большинства легионных арсенала космического десанта – ландспидеры. Высокоскоростные скиммеры, применяем для разведки и нанесения стремительных ударов, при помощи антикравитации достигают на поле боя экстраординарной подвижности и скорости. Для управления этими легкобронированными двухместными машинами с наивысшей отдачей требуются особые навыки и рефлексы, которыми обладают только космические десантники. Ведь живучесть машины зависит больше от ее исключительной маневрности и скорости, нежели от прочности. Эскадрилья ландспидеров представляет для воинства космодесанта гибкие группы быстро доставляемой огневой мощи, превращаясь в крайне опасных охотников на танки и отряды непосредственной воздушной поддержки. В результате смешанные отряды ландспидеров часто выставляют в качестве сил быстрого реагирования, которые ждут в резерве, чтобы быстро переходить вражескую контратаку. Умея наносить стремительные и мощные удары, эти машины лучше всего подходят для сковывания противника, пока остальные силы космического десанта выходят на позицию для атаки или передислоцируются. Благодаря своей скорости ландспидеры способны успешно выскочить, если возникает необходимость, прямо из зубов врага. Стоимость одного ландспидера составляет 50 очков. Отделение может насчитывать от 1 до 5 ландспидеров. Легионный штурмовой корабль «Грозовой Орел». Штурмовой корабль «Грозовой Орел» – одна из самых многочисленных машин в воздушном флоте Легиона космического десанта. Главная роль этой специализированной тактически ударной машины – это высадка пехотных сил Легиона. При орбитальном штурме и штормовые проходы на малых высотах. «Грозовой Орел» – прочная и надежная машина, превосходно вооруженная для своих размеров и существенно защищенная броней и обшивкой, однако лишенная скорости и маневренности натоящих истребителей и бомбардировщиков. За время службы «Грозовой Орел» показал свои исключительно адаптивные возможности, выполняя при необходимости, помимо своих основных задач, на поле боя функции дальнего транспорта – орбитального чернока, разведчика и перехватчика. Сознан «Грозовой Орел» был на Тере во время Великого Крестового Похода. Затем его основное производство перенесли на меры кузницы Анвилус, Белитей и Тигрус, чьих огромных выходных мощностей хватало для обеспечения всех легионов космического десанта, кустодианской гвардии, многочисленными экскадрилями этих достойных и легко адаптированных машин. «Грозовой Орел» стоит 210 очков. Прочность брони с каждой стороны составляет 12. «Грозовой Орел» может взять одно из следующих улучшений. «Пусковая установка мщения» с дальностью 48, силой 5, АП4. «Хэви-2» – Ларш Бласт 5. «Ракеты Буря» с дальностью 60, силой 6, АП4. «Хэви-1» – Сандер Ваншот. Легионы отделения тяжелой поддержки. Отделения тяжелой поддержки придают пехоте легиона подвижной, переносимой космодесантникам огневой мощи, способной опустошительными залпами уничтожать полчища вражеских солдат и разносить на куски бронетехнику. Хотя танки и болевая артиллерия в большинстве случаев превосходят их в дальности и мощью стрельбы, и, конечно, лучше защищены бароней. На стороне отделения тяжелой поддержки – тактическая гибкость пехотинца. Они способны разоразвачиваться на местности, забираться в возвышенность для увеличения сектора обстрела и проходить там, где танки даже дреднаут не смогут. Отделение тяжелой поддержки стоит 135 очков. В него входят 4 легионера и 1 сержант. Особенность данного отделения в том, что каждый легионер, помимо сержанта, может заменить свой болтер на тяжелое вооружение. Легионный ударный бронетанковый эскадрон Хищников Хищник, вероятно, самый известный, самый распространенный вариант танка на шасси Носорог. Он оснащен превосходной броневой защитой и огневой мощью, каждый за счет пассажирской вместимости и своего прародителя. Хищник – эффективный универсальный средний танк с хорошим балансом скорости, огневой мощи и защитой, чья прочная конструкция способна нести широкий спектр систем вооружения, самый стандартный, распространенный из которых является скорострельная башенная автопушка. Хищник также может быть оснащен дополнительным спонсонным вооружением. Каждый спонсон, который является модульным блоком, может быть оборудован тяжелым болтером, тяжелым огнеметом или лаз-пушкой. Тип вооружения установлен на спонсоны. Часто подбирается под ожидаемые виды угроз конкретного района боевых действий, там, где ожидается серьезное сопротивление пехоты, как, например, в боях с орками. Лучше всего подходят тяжелые болтеры, в то время как класс пушки устанавливается, если ожидается, что если в вражеских войсках будет преобладать бронетехник. Один хищник стоит 75 очков. В эскадроне может быть от 1 до 3 хищников. Фронтовая броня хищника равна 13, по бокам 11, сзади 10. Легионный боевой эскадрон Ландрайдера. Ландрайдер многими считает лучшим представителем военной бронетехники своего класса в арсенале Империума, если не во всей галактике, и является основным боевым танком регионов космического десанта. Это феноменально мощная боевая машина. Ее многослойная композитная броня и армированный корпус практически непробиваемы для тяжелого оружия, и у него нет по-настоящему изуемых мест. Эта герметичная машина способна противостоять вражеским атакам с любой стороны. Предназначена для работы почти в любых природных условиях в качестве боевой и разведывательной машины. Ландрайдер может действовать беспрепятственно в любых районах боевых действий, от радиоактивных пустынь до арктических пустошей, без какого-либо заметного снижения эффективности. А также способен действовать под водой, в безвоздушном пространстве, гарантируя таким образом, что нет такого открытого поля боя, на который бы и бронированную ярость нельзя было выпустить. Ландрайдер – это шедевр, распевающий мощь человечества, еще в забытую высшую темную эру технологий. И с тех пор, как в хранилищах Марса было найдено его СШК, несколько его вариантов нашли широкое применение в разнообразных ролях на боя-боя. Бронированный разведчик, штурмовый танк или команда-штабная машина. В каждом случае, однако, сохраняя основные компоненты своего признанного облика и назначения. Существует несколько разновидностей Ландрайдера. Ландрайдер Фобус, Ландрайдер Протей и Ахиллес. Фобус стоит 250 очков, Протей – 200, Ахиллес – 300. Каждый вариант Ландрайдера обладает 14-й броней с каждой стороны. Модель Протей за 50 очков может быть экипирован исследовательской сетью Авгура. Ландрайдер Протей с исследовательской сетью Авгура имеет специальное правило Скаут. Протей с сетью Авгура до начала хода любого из игроков, до выброса резервов, может выбрать один из следующих режимов – Дезинтеграция и Трансляция. Режим Дезинтеграция уменьшает оппоненту на один выброс значения резервов. Режим Трансляции позволяет на выбор контролирующему игроку перебросить броски на резервы. И если Ландрайдер Протей оснащен сетью Авгура, то его вместимость в 10 моделей уменьшается до 8. Ландрайдер Ахиллес имеет специальное правило Афиромантическая Неуязвимость. И как результат на Ландрайдер Ахиллес не действует специальное правило Лэнс и Мельта, и в дополнение эффект от проникающего попадания уменьшается на 1. Легион и дивизион самоходной артиллерии Будучи сплоченной военной силой, способной действовать и побеждать на любом театре войны, легионы космического десанта содержат собственную передвижную тяжелую артиллерию, хоть и не близко несравнимую по численности с воинством имперской армии, в немалой степени из-за того, что позиционная война не в характере, и более того, что не самая сильная сторона космических десантников. Хотя истечие и огромный опыт осадных войн, имперские кулаки и железные войны, позволяет им больше доверять и полагаться на большие пушки. Наиболее распространенными артиллерийскими самоходками является относительно легкая и подвижная установка залпового огня «Вихрь», которая обладает всеми преимуществами шасси «Носорог» и, соответственно, проста в ремонте и обслуживании. Вооруженный дальнобойный пушк «Василиск» превосходно подходящий как для длительных артобстрелов, так и для обороны от вражеской бронетехники, а также тяжелые «Медузы», несущие не очень дальнобойную, но исключительно мощную осадную мортиру. «Василиск» стоит 140 очков, «Медуза» 155 и «Вихрь» 75. «Василиска-Медуза» имеет фронтальную 12-ю броню, по бокам и сзади – десятую. С фронтальной и боковой стороны «Вихрь» имеет 11-ю бронь, сзади – десятую. В артиллерийском эскадроне может быть от одного до трех танков одного типа. «Легионный поборник» Главным орудием мощного штурмового танка «Поборник» является крупнокалиберная пушка-разрушитель, способная с равной легкостью угромить укрепление и пробивать танковую броню. И хотя его орудие не очень дальнобойное и не может похвастаться подвижной башенной установки, а запас нарядов с реактивным ускорительным ограничением, «Поборник» бесценен против сильно укрепленных позиций и условий городского боя. Он с легкостью может пробить дорогу через ограждения и другие препятствия. Серьезно усиленная броня и низкий профиль корпуса увеличивают живучесть «Поборник», который часто отправляет на сопровождение пехотных частей. Его прочность и огневая мощь дают космическим десантникам, которых он сопровождает, аналог передвижного укрепленного пункта, позволяем успешнее наступать под сильным огнем противника. Относительно редко некоторые легионы, такие как «Сыны Хоруса» или «Железные руки» применяют «Поборник» более широко, выставляя его в качестве основного танка передней линии во главе танковых клиник. Таким образом, они стараются преодолеть недостатки «Поборника», неуклонно сближаясь с противником там, где это возможно. «Поборник» стоит 120 очков. Фронтальная броня равна 13, по богам 11, сзади 10. Легионный штурмовой танк «Спартанец». Бронированный штурмовый транспортер по-настоящему огромных размеров «Спартанец» – это тяжелый танк, который примеряется исключительно легионами космического десанта и механику, и чья конструкция несет четкую родословную связь с лендрейдером. «Спартанец» – огромный бронированный перевозчик, предназначенный для доставки больших отрядов пехоты в самую гущу врага, при этом удерживая огонь, под которым любая меньшая машина давно бы погибла. Хотя прочность бронированного герметичного корпуса «Спартанца» вошла в легенду наравне с лендрейдером, уникальность его конструкции состоит в том, что огромное внутреннее пространство целиком отдано под пассажирский отсек, который превышает размерами отсек любого тяжелого транспорта, за исключением разве что «Гаргоны», которую предпочитает использовать имперская армия. И в то же время по полю боя «Спартанец» передвигается значительно быстрее, благодаря своим проводимым действиям реактором-двигателем. Но вооружение «Спартанца» осталось по-прежнему мощным и включает в себя спонсионные четверные лаз-пушки для уничтожения танков, вспомогательное вооружение из оборонительных тяжелых болтеров или тяжелых огнеметов, что позволяет ему сметать пехоту с своего пути. «Спартанец» гордо занимает свое место в арсенале многих легионов, однако применяет его в боевых операциях реже, чем «Элтарайдер», из размеров и количества материалов, необходимых для его производства, превышающего потребности строительства большинства сверхтяжелых танков. Стоимость «Спартанца» составляет 295 очков. Броня с каждой стороны равна 14. Ключевой особенностью «Спартанца» является то, что его транспортная вместимость позволяет вместить 25 моделей. Легионный штурмовой корабль «Таран Цест». Штурмовые «Тараны» – это ударные корабли, разработанные для абордажных операций в космосе, а также исполняющие вспомогательную роль в качестве десанта штурмового судна при орбитальном штурме. Уступающие размерами и водоизмещением большинству десанта штурмовых кораблей, штурмовый «Таран» типа «Цест» – это крепко сработанный, усиленный щитами бронированный короб, предназначенный для абордажа при помощи прожигания и пробивания пути во вражеский корабль. Откровения, принесенными открытиями «Архана Лэнда», позволили усилить освещенную веками конструкцию, позволив применять «Цест» для скоростных орбитальных ударов, а также действовать в качестве тяжелого боевого «Скиммера» для поддержки наземных операций, когда это необходимо. Как штурмовой «Таран» «Цест» конструировано и оборудован тяжелобронированной лобовой настройкой, в виде выступа с инновационными и компенсирующими отдачей системами, специально созданными, чтобы позволить кораблю врезаться в цель, пробивая брешь, которую тут же может ворваться отряд сидящих внутри космических десантников. Его основное оружие направлено вперед. Утопленные в корпус носовый гонмагномельты предназначены для ослабления брони корпуса корабля-цели. Также служат разрушительными на коротких дистанциях оружием против вражеских танков и бункеров в наземных операциях. Стоимость такого «Тарана» составляет 305 очков. Фронтальные и боковые стороны защищены броней 13, задние – 11. Данный корабль имеет два специальных правила, одно из которых «Таран Цеста». Когда производится атака «Тараном», игрок выкидывает два кубика и выбирает наибольший результат на пробытие брони. Добавляет к результату 1. В дополнение Цеста имеет непробиваемый спас-бросок на плюс 5 против всех атак, направленных на фронтальную броню. Второе специальное правило называется «Кинжал». Вместимость «Тарана» Цеста составляет 10 моделей, но он может перевозить только модели в силовой броне, реликтовой или терминаторской броне. Это правило отражает то, что только воины в такой броне могут пережить нападение ударного «Тарана Цеста». Легионный сверхтяжелый танк «Бьющий Клинок». Основанный на той же стандартной шаблонной конструкции, что и сверхтяжелые танки «Разящий Клинок» и «Молот Смерти», который служит становым хребтом неисчислимых бронетанков бригад имперской армии Крестового Похода. «Бьющий Клинок» – это более современный вариант, который впервые поступил на широкую службу, в основном в Легионы Космического Десанта, в последние десятилетия перед Кошмаром Ереси. «Бьющий Клинок» более всего замечательен примененным в нем технологией автомантического дугового реактора механикума, шасси из армированного метапластового сплава, который превосходит шасси «Разящего Клинка» и усовершенствованной пушкой-ускорителем в качестве основного орудия. Все это плоды технологий, вновь обретенных человечеством в последних завиваниях Великого Крестового Похода. Такой танк стоит 525 очков, броня спереди 14, по бокам 13, сзади 12. Данный танк имеет «Фелбрейт Ацелерейшн Кэнон». На выбор имеется два типа стрельбы с представленными характеристиками. За 15 очков данный танк может изменить экипаж космодесанта. Это означает, что пилотом становится космодесанник, и навык стрельбы повышается до 4. Данный танк может стать командным танком, и в этом случае все союзные воины в 24 дюймах могут перебрасывать провальные броски теста на мораль. Легионный тяжелый осадный танк Тифон Названный в честь Великого Зверя из тиранских мифов, этот осадный танк был сконструирован марсианским механиком одновременно саппортанцем, с которым их объединяет конструкция корпуса, броня и шасси. Тифон – это подвижная орудийная платформа поразительной мощности, грузопоемности, сконструированная для работы с единственным массивным представителем осадной артиллерии – пушкой молот ужаса. Сам танк был сконструирован по запросу и при непосредственном участии примарха Железных Войнов Тепер Тураба, который потребовал создать для легионов космического десанта боевую машину, способную доставлять огневую мощь, которая могла бы разгромить крепости, на передовую гораздо быстрее, чем еле ползающие тяжелые болтареи имперской армии, в результате чего появился Тифон. Многие видавшие его воочию говорят, что это просто величный поборник, и это даже в какой-то мере правда, однако мало кто станет отрицать его абсолютную свирепую эффективность в бою. Стоимость Тифон составляет 350 очков, броня с каждой стороны равна 14. Как было сказано ранее, данный танк оснащен ужасной пушкой молот ужаса, с радиусом 24, если Тифон двигался, 48, если нет, с силой 10, АП 1, Ординанс 1, массив глаз 7, и укрытие не спасают. Также данный танк имеет специальное правило, сокрушающий вес, который позволяет вам проходить труднопроходимые препятствия и опасная местность, такие как баррикады, стены и так далее. Кроме того, этот танк автоматически наносит таранное повреждение силой 10 АП 2, несмотря на то, как далеко танк проехал. Легионный десантно-штурмовый корабль Громовой Ястреб Десантно-штурмовый корабль Громовой Ястреб был создан к концу Великого Крестового Похода для того, чтобы заполнить по размеру вместимости промежуток между небольшими машинами, такими как Грозовой Орел, и более крупными и дорогими десантными кораблями Грозовая Птица и Арго. Сконструированный для полетов атмосфере и безвоздушном пространстве Громовой Ястреб сочетает все функции орбитального посадочного транспорта, тяжелого артиллерийского корабля и среднего бомбардировщика и доказал, что крайне успешно дополняет флот Легиона. Когда вспыхнули воины Ереси, обе стороны принялись наращивать производство Громовых Ястребов, чтобы удовлетворить текущие военные нужды. Громовой Ястреб стоит 900 очков, броня с каждой стороны равна 12. Данный летательный аппарат оснащен пушками Громового Ястреба и тремя тяжелыми бомбами с представленными характеристиками. Легионный транспортный корабль Громовой Ястреб Транспортный корабль Громовой Ястреб это дополнительный вариант десантно-штурмового Громового Ястреба, совсем недавно поступивший на службу в Легионы Космического Десанта. Он используется для быстрой доставки или переброски бронетехники и подвоза снаряжения в районах жестоких боев, где хуже бронированный и вооруженный летательный аппарат оказался бы крайне уязвим. Быстро становящий надежный рабочий лошадкой Легионов, транспорт Громовой Ястреб способен нести две машины размером с Нансорок или одну машину размером с Лендрайдер. Также он может возить подвесной грузовой модуль и прочее полезное оборудование, к примеру, лебедочную систему для подъема десантных капсул после выброски. Данный транспорт имеет два режима высадки и загрузки техники. Высадка техники с Громового Ястреба происходит крайне быстро. Высадка техники происходит в стационарном режиме, после чего транспорт Громовой Ястреб и высаженная техника могут двигаться, как обычно. Чтобы загрузить технику в транспорт, Громовый Ястреб должен в пряченном режиме закончить свой ход над выбранной техникой. В следующий ход Громовый Ястреб может двигаться, как обычно, уже загруженной техникой. Легионный тяжелый истребитель танков Цербер. Создавая экспериментальный вариант танка, основан на шасси Спартанца, механикум использовал внутренний объем Спартанца для установки туда опытного нейтронно-лазерного излучателя, а также немаленьких автоматических дуговых реакторов и защиты от излучения, необходимых для работы орудия. Технология самого орудия была получена при изучении обломков с поля биты времен Темной Эры, которые добыли огромной ценой на запретной сфере глубоких Геат-6, эксплуатора механикума с Галитея. Понятно, что на технологии и механику возникли некоторые споры касательно ее происхождения и безопасности при широком применении. Однако, несмотря на нестабильность, нейтронный лазер оказался потенциальным соперником для боя с постраненного турболазера титанов и теневых мечей, сверхтяжелых охотников на танке. Он был более компактным и наносил более сопутствующие повреждения. Незадолго до того, как вспыхнула война Ереси, на службу в несколько легионов были доставлены пробные отряды Сабель для тщательных полевых испытаний, однако вскоре им пришлось повернуть свою разрушительную мощь вместо боевых машин Ксеноса против своих же машин Империума. Цербер стоит 395 очков, броня спереди и по бокам равна 14, сзади 13. У Цербера есть несколько специальных правил, одно из которых взрыв реактора. Если Цербер взрывается посредством патиллического взрыва, то все модели в пределах 9 дюймов от техники получают урон силой 10 АП1. Модели в пределах 9 дюймов на расстоянии 2 Д6 кубика получают урон силой 3. Затем Цербер удаляется. На Цербере установлен нейтронная лазерная батарея, которая расстреляет расстояние 72 дюйма силой 10 АП1. Орден НСД-3, шокирующая и обратная реакция. Обратная реакция означает, что если нейронный бластер проваливает проникающее попадание против вражеской брони, вы должны бросить кубик. Если результат равен 1, то танк автоматически получает проникающее попадание с результатом минус 1 по таблице повреждений. Легионный штурмовый танк Малькадор По-настоящему древняя конструкция, которую можно отнести к воинам Эры Раздора на Тере, Мандель имперского производства этого тяжелого танка получил название в честь Малкадора Секелита, правой руки императора, в начале Великого Крестового Похода, когда тысячи этих боевых машин сходили с производственных линий Марса и Восса. Не так тяжело вооруженный, как Голиафы наподобие разящего клинка и не так хорошо защищенный, как Ландрайдер, который впоследствии в основном займет его место основного боевого танка в Легионах. Малькадор, тем не менее, обладает рядом преимуществ, главным из которых является его боевая скорость, по-настоящему впечатляющая для танка его размеров, благодаря сложной, хотя и несколькой несбалансированной ходовой системе. Ко времени, когда началась ересь Хоруса, многие танки Малькадора были переведены в стратегический резерв, в части 2-го эшелона Имперской Армии. Их заменили более новые, более мощные машины, хотя нужды гражданской войны, хватившей всю галактику, вскоре вернули Малькадора обратно в бой, хотя за это время их доступность привела к тому, что их использовали в качестве испытательных стендов для различных новых вариантов вооружений, предназначенных заткнуть прорехи в поставках и ресурсах. Малькадор стоит 300 очков. Фронтовая и боковая броня равна 13, задняя 12. Малькадор может быть улучшен экипажем космодесанта, который увеличивает его навык стрельбы на 4. А также Малькадор может являться командным танком, который позволяет всем союзным войскам в радиусе 24 дюйма перебрасывать проваленные в спасборские наморали. Вот нам наконец подошли к концу обзору основных войск Великого Крестового Похода. В следующее видео мы рассмотрим события из 2 на 3. После этого перейдем к самому интересному, обзору легионов. Рассмотрим их историю, основные подразделения, а также специальных персонажей. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...